Качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Московское шоссе, 18-й километр, 18-й дом. Жильцы квартир второго подъезда никак не могут добиться замены проводки электрощитка пострадавших во время пожара. 24 февраля этого года, примерно в 9 утра, произошло возгорание на третьем этаже вследствие неисправной электропроводки. Произошло короткое замыкание, в результате чего выгорел полностью короб, третий этаж, четвертый этаж, пострадали квартиры, полностью сгорел щиток, выгорели все счетчики. МЧС приехало быстро, пожар удалось потушить, однако подъезд пришел в надлежащий вид, пришли в абсолютную негодность все щитки и вся проводка. Было установлено временное электричество, вот как вы видите, оно до сих пор у нас в таком же виде и осталось. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 13-го года, состав общего имущества включается внутридомовая система, электроснабжение, состоящее из водных шкафов, водно-распределительных устройств, ну и так далее, этажных щитков и шкафов. То есть этажные щитки и шкафы являются общедомовым имуществом и меняться должны управляющие компании. Буквально сразу после эпизода пожара жильцами дома было поставлено письмо управляющую компанию Жилуниверсал с просьбой немедленно принять меры по устранению неисправностей, по монтажу хорошей проводки новой, установлению новых электрочитков и замену короба. Однако в середине апреля Жилуниверсал прислал письмо, в котором ссылается на то, что нужно провести общее собрание жильцов дома, вынести протокол, после которого уже будет принято решение о ремонте подъезда. Мы согласны, что действительно нужен протокол, что касается ремонта подъезда. То есть стен, потолков. Стен, потолков, да. Однако мы сейчас живем, речь идет об аварийной ситуации. Мы живем в таких условиях, что мы каждую минуту можем опасаться повторного возгорания. Поэтому мы просим принять меры именно по немедленной замене электропроводки, электрощитков и короба. С подъездом уже, да, разберемся позже. На общем собрании жильцов дома этот вопрос будет решаться под протокол. Улица Ташкентская, 97. Крыльцу четвертого подъезда необходим срочный качественный ремонт. У нас вот этот стояк, он уже на честном слове держится. Вы это сами видите. Мы даже боимся выходить. У нас даже порой бывает какое состояние. Мы хотим пригласить МЧС, чтобы нам сняли вот эту крышу, чтобы она, не дай бог, не обвалилась и никого не придушила. И вот посмотрите, какие ступеньки и вон какие явы. Мы выходим, а дети выбегают. Они же могут, мы еще взрослые, куда ни шло, а дети могут и ноги переломать. Управляющей компанией наша жил универсал, директор Шильников Евгений Юрьевич. Находится тут компания по адресу Металлургов 60. Мы обращались туда. Нам обещают это сделать, но когда они сделают, мы этого не знаем. Своими обещаниями мы уже устали жить. Последний раз обещали в 2016 году. Писали письмо туда. И они пообещали, что они нам будут делать в 2017 году. Но на их обещания надеяться нельзя. Да мы здесь все инвалиды. Я инвалид третьей группы. Хожу только с палочкой. Это тоже инвалид. У нас здесь проживают одни пенсионеры в основном. Поэтому, может быть, на нас и не обращают внимания. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...